парень который так доброе утро всем дорогие друзья все кто в эфире гудмонин шаву атов одид и вов всем привет давайте кто у нас без медра шилайф мы снова проводим из киева трансляции так давайте кто есть кто в эфире кто бы смедраше два человека уже да кто напишите мария паломарчук и мария паломарчук опять так влад косов ольга маг всем доброе утро влад косов в редактор портала воикра и и значит о лилия берман доброе утро всем хорошей неделе шалом магда манула и все мы начинаем шалом любовь рыжков сергей рыжанков из америки из вашингтона смотрите у нас есть даже у нас слушатели урока из боинга из компании боинг вообще все шалом стелла килимник из германии у нас такой интернешнл комьюнити любители царя соломона мудрости царя соломона и значит можно сказать что мы ученики царя соломона все это какая большая честь вообще призрайте какая величайшая мудрость я только вчера думал что насколько мы недооцениваем то что имеем то есть мы можем изучать притчи царя соломона мудрейшего из людей который построил иерусалимский храм первый до который был пророк который лично с богом разговаривал и который передал свою мудрость и мы можем ее изучать читать и применять в жизни и вот как это вообще представляете и читать на том языке на котором он разговаривал и на котором он писал хотя всем советую начать изучать иврит вы вврите всего лишь 22 буквы 22 буквы которыми был построен мир если вы выучите 22 буквы то есть каждый день учитесь и по букве можно за день выучить букву любой человек любом возрасте если он будет течение дня писать эту букву говорить эту букву рассматривать эту букву хотя бы 30 минут если он уделит тому чтобы в день выучить одну букву то через 22 дня любой абсолютно человек будет знать 22 буквы святого языка еврейского алфавита на котором которыми бог сотворял мир то есть я считаю что прямо сегодняшнего дня обязательно давайте кто найдет сбросьте пожалуйста в комментариях какие-нибудь уроки или может быть есть какие-то статьи на этот счет какая-то то есть найдите пожалуйста ссылочки и в комментарии сбросьте 22 буквы чтобы были картиночки и надо обязательно как мы уже учили в мишли что катвем аль луах лебеха записать на стрижалях своего сердца то есть нужно представлять как вы ее рисуете закрытыми глазами тогда она запомнится на подсознание кашрем аль гаргаратеха завязать на свое горло это мы учили в первой или во второй главе как надо учить слова торы что для того чтобы запомнить нужно написать на скрижалях своего сердца и нужно завязать на свое горло то есть произносить чтобы тело запомнило и представлять закрытыми глазами чтобы запомнила подсознание и писать и так далее то есть по простому если в день уделять 30 минут одной букве то эта буква по-любому вы ее запомните однозначно гарантированно вы запомните как она выглядит как она пишется как она произносится как она читается 22 буквы всего через месяц мы все будем тогда уже читать на иврите то следить чтобы я правильно читал все друзья итак поехали сегодня нас двадцать девятый отрывок десятой главы и он звучит так моос моос литом дырах ашем у мехита ли пале овен значит переводится это так моос литом дырах ашем значит есть такое понятие как ос ос это есть мишна пертя вот она звучит так авиас кеномер будь дерзок как пантера то есть у пантеры у этой да есть у нее такая как дерзость такая это такая мощная быстрая сила и отсутствие страха так на говорится так здесь тогда что вот этот ос вот это вот сила дается тем кто идут в чистоте по пути бога то есть если человек он уверен в воде да то есть уверен что есть хозяин мира который мир сотворил который миром управляет и который дал путь да то есть он сказал как идти через сторону если я иду в том это в чистоте в такой да там это наивный можно так сказать но это не наивный дурачок а там это такой простой то есть без без вот этих вот задних мыслей прослов то есть там это такой прямой, да, прозрачный. Так вот, тот, кто Маос, дается вот эта сила большая, те, которые идут в простоте, в простоте по пути Бога. То есть человек идет по пути Бога, ему дается особая сила. Значит, у Махита Лепуалеевен, значит, Махита это обратно от Ос, Махита это слабость, такая слабость, падение такое, да, для кого? Для тех, кто действует, делают грех. Все, это как бы 29 отрывок. Как это звучит? Человек, который делает грех, у него все равно внутри, смотрите, тут есть интересная такая вот вещь одна, которую тоже на нее надо обратить внимание. Есть люди, которые делают правильные вещи и в себе сомневаются, и у них нету силы. Есть люди, которые делают неправильные вещи, и они думают, что они делают хорошо. Все, это я, ну, я просматриваю новости, и я иногда смотрю там то, что меня интересует в интернете, именно я не смотрю по телевизору, смотрю некоторые сайты, да, мне интересно видеть всю картину, как мир работает. Я, помню, я читал какую-то статью о зарождении криминальный мир там в России, вот это вот целое такое сообщество воры в законе, и как вот это все устроено, да, у них. И вот они пишут там против одного вора в законе тоже, который был там главный, пишут другие, что он там вообще такая женщина легкого поведения, там, ну, убирают эти слова, которые матом. Пишут, что вот он этот там, а он был глава преступного мира России. А про него пишут другие воры в законе, что он, ну, когда это слово переводят в кавычках, там же нельзя тоже писать матом. Так они пишут, и вот этот вот женщина легкого поведения за свое, ну, троеточие, в затерто в их письме, прям приводит это письмо, за свое поведение, которым отличаются женщины легкого поведения, любой честный арестант должен его, значит, поднять на нож, зарезать его должен. Но больше всего меня в конце письма они пишут, и все честные воры, совпадение, да, приближайте больше мужиков. То есть мужики, это те, которые сидят в тюрьме, которые, ну, считаются они такие, просто они попали в тюрьму, но они не принадлежат к этому сообществу, да. Так приближайте их, как мы к Тории приближаем, да, верующий человек, он хочет себя к Богу приблизить. Они говорят, приближайте их к нашим воровским понятиям, и концовка письма. Всего вам самого светлого и доброго. То есть, ну, всего светлого, самого светлого и доброго, да. То есть, получается, что, то есть, бывает, что люди, которые делают неправильные, кстати, интересно, что тот, кого они называли женщиной легкого поведения, его, он поубивал всех своих врагов, и в конце жизни его убили. То есть, его убили, застрелили в конце жизни. То есть, получается, что по большому счету, независимо от того, считает ли сам преступник свое поведение добрым, если это идет в разрез с божественными заповедями, то наказание все равно ему будет. Но если он сам считает свое поведение добрым, то ему, когда он его делает, ему легко. То есть, он думает, я все правильно делаю. Даже если он делает неправильно. И есть обратная сторона, что человек, который делает правильные вещи, но в этом сомневается, он может себя этим самым подкашивать. То есть, должно сочетаться, ты делаешь правильное то, что Бог сказал, что это правильно, и ты сам должен считать это правильно. И тогда мы получаем то, что написано в 29-м отрывке, что есть огромная сила, Маос, это такая сила и дерзость, которые в чистоте идут по пути Бога, в Мехетат, и будет, как сказать, падение, падение, такое слабость для тех, кто действует в грехе, которые делают грех. Дальше, 30-й отрывок. Значит, 30-й отрывок такой. Значит, цадик. Кто такой цадик? Цадик это тот, который делает, он живет по Торе. То есть, есть хахам, он мудрец, который знает Тору, а цадик это тот, который живет по Торе. То есть, он практик такой, да? Он практикует все, что Бог сказал делать, и пускай у него может быть не энциклопедические огромные знания, но все, что он знает, он делает в полную силу. Это цадик. И то, что нельзя делать, он не делает. То, что можно, он делает. То, что нужно, он делает в полную силу. И поэтому были, вот, хасидский подход, они как бы говорили, что, ну и что, что человек мало знает. Но все, что он знает, он делает, был мистер Руд Нефеш, и он Богу близок. То есть, он все, что знает, он знает одну молитву. Но он так молится, что небеса открываются. А есть человек, который знает весь Сидур наизусть, но он молится так еле-еле. То есть, он знаток, но не цадик. А есть цадик, но не знаток, не мудрец. Понятно? Теперь цадик написано, цадик, леулем ба лимот. Он навсегда, он не споткнется. Иногда цадик может спотыкаться. Это известно. Есть известное выражение, семь раз цадик упадет и встанет. Раша один раз упадет и не встанет. То есть, бывает, что цадик спотыкается, но он обязательно встанет. И не бывает, чтобы он леулем, чтобы он навсегда упал. Потому что, если он навсегда упал, он уже не цадик. То есть, цадик, он эн и юж. У него нету отчаяния. Он знает всегда, что Бог ему поможет. Ну, то есть, это цадик. Теперь, а что такое злодеи лоишкну арец? Значит, есть, в принципе, весь этот мир, он сам по себе не имеет ценности. Он имеет ценность только как средство, как средство для получения вечной жизни. И то, что когда называется унаследует землю, то это имеется в виду вечная жизнь. Как есть перте, вот начинается Мишна. Коль Исраэль ешлаем хелек леулема ба. Каждый Исраэль, есть у них доля в грядущем мире. Леулема ба. Шенема рамек кулям цадитим. Как сказано твой народ, все цадики. То есть, вот эта потенциальная возможность быть цадиком, она есть у всех. Значит, леулемы ршуарец. Навсегда унаследуют землю. Что имеется в виду? Что если ты Исраэль, если ты цадик, то ты унаследуешь навечно землю. Решаим, здесь написано, что злодеи, они вечность не могут унаследовать. Даже если они здесь преуспевают. Даже если они сделали несколько митцвод. Но если он, как бы, по определению в конце жизни, он злодей, то он не унаследует землю. Теперь, как определить, злодей или не злодей? Вот тут очень интересная вещь. Тора говорит, что разница между цадиком и злодеем, она в доле секунды. Что значит на в доле секунды? Есть известная Мишна в трактате Тедушин, в котором говорится о том, что когда человек женится на женщине, он ей говорит, вот этим он дает ей какой-то предмет, кольцо, этим ты посвящаешься мне. И в этот момент у них происходит, если есть два свидетеля, и это кошерный еврей, еврейка, все, значит, оп, у них произошел Тедушин, они стали одним целым на небе. Да, если они оба теперь. Но если он ей дает это кольцо, и говорит, этим ты посвящаешься мне на условиях, что я богатый. Оказалось потом, что он бедный. Или на условии, что я коин, из рода коинов, священников, оказалось потом, что он не священник. На условии, что у меня есть баня, оказалось, у него нету бани, то у них соединения не произошло. То есть он поставил как бы прослойку, которая оказалась обманом. То есть он говорит, если это так, то мы соединились. Если это не так, то мы не соединились. И потом, если он ее обманул, то он ей дед не должен дать разводное письмо. У них не было соединения. Но если он ей сказал, что на условии, что я садик, праведник, а оказалось потом, что он злодей, все сказали, что он злодей, или он сказал на условии, что я злодей, а оказалось, что он праведник, он не должен дать письмо разводное, говорит Талмуд. А отчего же он должен дать? Он же ее обманул. Во всех других случаях он не должен дать письмо, а здесь должен. Говорит Гмаран, разница между цадиком и злодеем в одной мысли. Если злодей подумал в этот момент, что, эх, зря я был злодеем всю жизнь, я хочу быть цадиком, и я хочу, Господи, прости меня, я возвращаюсь к чуветам, ну, то есть я реально раскаиваюсь, и вся моя прошлая жизнь я ее оставляю в прошлом, и я сейчас реально, я сейчас все хочу стать на чистый светлый путь, в этот момент, оп, он в этот момент садик. А кто знает, может, он ей когда давал, то есть все остальные статусы не меняются в одну секунду. Статус между злодеем и праведником, он может измениться в одну секунду. Или был праведник такой, и он, когда ей давал это кольцо, он в этот момент думает, наверное, все-таки есть, там, не дай бог, два или три бога, да, или, может быть, он говорит, все, значит, пускай мне поможет, там, черная кошка пусть мне поможет. Ты знаешь, он в нее поверил, да, в этот момент вдруг. Все, он из садика сразу стал злодеем. То есть одна мысль, он стал и дал поклонникам, он злодей. То есть он отошел от бога в мыслях. Понятно, да? Теперь в 30-м отрывке написано, что цадик навсегда не споткнется, да, то есть у него могут быть спотыкания, но он, если он цадик, то он все равно вырулит потом. А злодей не он наследует землю. То есть если в момент, когда человек переходит из этого мира в тот мир, если он перед смертью раскаялся, как мне рассказывало, я помню, когда я только начинал проводить уроки, и у меня в Петахтикве вот это, я только начинал проводить уроки Тор, лет, наверное, там, 15 назад, была одна женщина на уроке. Она рассказывала такую историю, что ее папа еврей был, и всю жизнь он был коммунист такой, вообще антирелигиозный, все. И потом он умирал, и она была у него в больнице. И она говорит, он был уже без сознания несколько дней, все. И потом он перед смертью открывает глаза, и такой открывает глаза, меня берет за руку, говорит, шма эстрейля, шем элкэна, шем эхад, и говорит, дочка, самое главное верить в Бога, Бог есть, и умер. И он в этот момент цадик, то есть он в этот момент переходит в тот мир, переходит цадиком. А человек, который не верующий, если он в последний момент и не сделал чуву, то он умирает злодеем, и он, все, баллы сгорели, он не зайдет в грядущий мир. Понятно, да? Теперь 31 отрывок. 31 отрывок. Пит садик янув хохма. Значит, род садика, у него изо рта идет хохма, идет божественная мудрость. Велошон таапухот тикарет. А язык, который таапухот, как бы перевернутый, да, он будет отрезан, тикарет. Как это понять? Что значит, он будет тикарет, этот язык, да? Теперь, значит, но если на английский перевод, здесь есть на английский, что род righteous, produced righteous. Значит, the mouth of the righteous produced wisdom, то есть он продюцирует wisdom, мудрость, да? А but the treacherous, treacherous это грешник, наверное, на английском, да? Вот этот tongue, shall be cut off, он будет отрезан. Значит, что это значит? Здесь есть, мы уже изучали это, но я напомню, если кто не помнит, что род, он символизирует, насколько я помню, это внешнее проявление, значит, он символизирует внешнее проявление. Значит, хохма это божественная мудрость, которую человек получает от Бога через пророков, это божественная мудрость. Значит, цадик, он эту божественную мудрость получил, и он ее на практике применил. Поэтому он может поделиться, он может поделиться своим личным опытом, то есть он это делится своим личным опытом, он это пережил. Теперь вот этот вот лошонта-поход будет отрезан, имеется в виду, что есть люди, мы помните говорили, что есть категория грешников, которые называются ивэль, ивэль это от слова улай, может быть, это тот, кто сомневается, скептик такой, циник, и вот он, значит, он цадику говорит, ну и докажи мне, докажи. Теперь, если он цадик, то у него есть уже личный опыт переживания, то есть он Тору пропустил через себя, и его с этой позиции уже не сдвинешь, у него уже есть конкретное личностное переживание, и его нельзя с этой позиции сдвинуть. Доказать вот этому ивэлю невозможно, в принципе, доказать никому ничего невозможно, то есть человек идет, если он хочет верить, он верит во всякий бред, если он не хочет верить, то ему ты можешь показывать прямо... Есть известная история, как один человек нанял, следит за женой, ну этого, сыщика, и вот сыщик приходит, дает ему отчет за слежкой, и говорит, вот фотография, как она зашла в квартиру с мужчиной, вот фотография, как они там разделись, вот фотография, как они легли в кровать, ну а дальше говорит, нет фотографии, тот говорит, опять неизвестность, непонятно, вообще непонятно. Что ж тебе непонятно-то, какая же неизвестность? То есть он не хотел в это верить, у него опять неизвестность. Тот, кто хотел верить, да, то ему достаточно было, что она просто там кому-то сказала здрасте, все значит, и полностью на нее пошла, ну что она там вообще неправильно себя ведет. То есть, к чему это я говорю? Что переубедить... Трупу в кровь идет, да? Да. А вот хороший вспомнил и тан анекдот, когда был один человек, который думал, что он труп, он был уверен, что он труп, и он, значит, настолько был уверен, что он труп, что его никто не мог переубедить из друзей и знакомых, что он не труп. И его отвели к психологу. И психолог ему говорит, а вы же, говорит, не труп, вы же его человек. Он говорит, а вы точно доктор? Мне кажется, что у вас диплом поддельный, что вы, кто вам сказал, что вы доктор? Он говорит, ну как, я доктор, у меня там диплом, вот смотрите, практика. Он говорит, ну вы, наверное, всех обманываете уже 20 лет, вы не доктор. Я сразу понял, что вы не доктор, а я труп. Доктор говорит, да, интересный случай. И он ему говорит, а доктор был как раз вот то, что здесь говорится, чем отличается цадик от мудреца, праведник от мудреца. Мудрец-теоретик, а цадик он практик. И доктор говорит ему, а скажите, говорит, у трупов кровь течет? Этот говорит, ну я, говорит, я сразу понимаю, что вы не доктор. Откуда у трупов кровь, он говорит, вы как можете вообще такое говорить? Доктор говорит, да, ну видите, вы очень здраво рассуждаете, у трупов кровь не течет, действительно. И он хватает тут булавку, его колет в руку, что-то орет, ааа, что вы делаете? Он говорит, ну и что вы теперь скажете, у того капля крови такая с пальца. Он такой смотрит на палец, на кровь, говорит, да, говорит, я ошибался, говорит, теперь я понимаю, у трупов кровь течет. У трупов кровь течет, сказал он. То есть в его смысле, что он труп, даже это не могло сдвинуть. То есть если человек хочет верить во что-то, он будет верить. Если он не хочет, то он не будет верить. Теперь, значит, здесь речь идет не о том, чтобы переубедить вот этого, а язык у стептиков будет отрезан, потому что у них все их знание, но только внешнее знание. Нету в нем силы. Теперь, значит, и последний на сегодня у нас отрывок, и как раз это последний отрывок в 10 главе. Мы сегодня закончим 10 главу. 10 глава 32 отрывок. Значит, губы праведника, они знают, что хочет Бог. То есть знают рацион Бога. А род злодеев, он опять же переворачивает, все переворачивает. Значит, смотрите. В этом мире, как бы, ну, понятное дело, что все неизвестно. Человек может знать только то, что он видит своими глазами. И то, в этом надо тоже сомневаться, потому что то, как мы видим мир, мы его не видим. Мы его строим у себя в голове. То есть то, что человек даже видит своими глазами прямо перед собой, это не более, чем его построение в голове некой картинки. Все остальное, мысли о будущем, мысли о прошлом, правила поведения, правила жизни, убеждения, ценности, истории про любовь и про ненависть и так далее. Все это чистая иллюзия, которая существует только в воображении человека. Теперь, кто такой праведник? Праведник, который выбирает среди всего этого иллюзорного мира одну вещь, которую он называет реальность. Реальность – это Бог, который создал мир и который им управляет. И он за эту реальность цепляется. То есть он за нее прямо цепляется через инструмент, который называется Ирата Шем. Страх перед Богом, трепет перед Богом. То есть он прицепляет тот инстинкт, основной инстинкт выживания, который рулит всеми нашими действиями. То есть то, что человек хочет зарабатывать, то, что он ищет себе жилье, то, что он хочет размножаться. Все это запрограммированный инстинкт выживания. И человек берет этот инстинкт выживания и он его цепляет за Бога. Я хочу жить вечно. Что значит жить вечно? Это соединиться с Богом. Все. У него все вопросы в жизни сразу решаются. Все. Что главное? Главное – я с Богом. Все. Фух. Главный вопрос в жизни решен. Кто управляет миром? Бог. Кто управляет моей жизнью? Бог. Он сказал, что делать? Сказал. Вот написано 32-й отрывок. Сифтей цадик ядун рацион. Уста праведника знают рацион Ашема. Откуда мы знаем желание Бога? Тора. Тора заповеди. Все. Да, скажет стептик. Но может это не Бог сказал? Хорошо. У тебя есть выбор. Не Бог сказал. А чем ты тогда будешь заниматься? Ну не знаю, чем заниматься. Буду. Значит, ну какие выборы есть? Буду зарабатывать. Буду профессию приобретать. А кто тебе сказал, что надо профессию приобретать? Кто сказал мне, что надо профессию приобретать? Откуда я знаю, что надо профессию приобретать? Ну сказал мне там какой-то человек. Ну кто сказал? Кто даже это сказал? а где этот человек сейчас находится умер умер уже нету его а скажи пожалуйста этот человек который умер как он жил счастливо да нет три раза развелся и в принципе ну бухал и ничего хорошего с ним не было детей нету там все ну вот и все значит или ты живешь как бог тебе сказал вечная жизнь и система или ты живешь как я сказал карл маркс кармаркс на похороны пришло 11 человек не удачник во всех сферах жизни или кто какие у нас выборы смотно то есть люди живут все время по каким-то схемам и эти схемы придумали люди или ты живешь по схемам которые придумали люди или ты выбираешь бога уста праведника они знают знают это значит да это та картина мира в которую человек уже у себя в голове построил человек строит картину мира на базе первое какие-то аксиомы которые он как аксиомы если так все умы торы это называется хохма божественная мудрость дальше у человека есть бина он начинает строить из этих аксиом он начинает строить свой мир дальше у него есть дат уже построенный мир создание построено это дат теперь уста праведника они построили себе внутри религиозный мир ему все понятно бог на управляет бог меня любит если что-то не так значит бог не дает сигналы значит он меня еще больше любит спасибо ему за то что ты мне дал сигнал все спасибо чем больше страдания тем больше награда то есть полная система взаимодействия с богом божественная реальность полностью все отлично теперь но если человек живет не по этой системе он берет аксиомы какие-то другие значит он берет как как изначально вот эти вот кирпичи из которых он строит свой мир какие-то убеждения которые он считает ну вот там вот я помню когда-то меня ну вот из тупых утверждений меня когда-то прям врезалась мне память интервью была такая художественная димнастка хоркина хоркина ее спрашивают какие у вас главные принципы в жизни в интервью она говорит ну ну что-то она так замялась ну этот интервьюер говорит журналист а вот же говорит говорят что вы без манитюра не выступаете она говорит да да без манитюра я не выступаю говорит потому что хоркина без манитюра не хоркина она так она полном серьезе то есть хоркина без манитюра не хоркина то есть она живет почему ей мама сказала наверное там ты прямо ее вбила наверное я эту мысль что манитюр это обязательно кто-то живет по принципу Кровать застилать обязательно Кто-то живет по принципу без бумажки Ты букашка, а с бумажкой человека Получает три высших образования Кто-то живет по принципам Ну то есть каждый человек живет по каким-то аксиомам Из которых он потом строит свои решения И у нас есть выбор Значит, какой выбор Уста праведника знают Желание Бога То есть они идут по заповедям, по желанию Бога А Уста злодеям Тап уход, у них все перевернуто То есть злодеи Есть выбор, можно жить по коммунистическим схемам Можно жить по понятиям воровским Можно жить по Законам Российской Федерации Можно жить по законам Советского Союза Можно жить по системе Анархистов Ну здесь анархисты, у них тоже есть какая-то система Можно жить радикальные Буддисты Можно вообще сказать, что все иллюзия Вообще все иллюзия То есть человек по-любому берет какие-то аксиомы И из них строит решения о своей жизни Но все остальное, что идет не с Богом Значит это идет против Бога То есть все остальное это перевернуто И создатель мира дает вечную жизнь только цадикам Те, которые живут по законам Бога Все, я желаю всем нам, чтобы мы шли по законам Бога Чтобы мы знали желание Бога Это выражено оно в Торе, в заповедях И чтобы мы все остальное строили, исходя из этого И с Божьей помощью будет у нас браха благословения в этом мире В следующем мире, вообще во всем и для всех Все дорогие друзья, напишите три своих вывода из сегодняшнего урока Три главных вещи, которые вы для себя поняли Я понял, что цадик должен все время Как бы продюцировать, создавать, креять Должен создавать вот эту вот духовную реальность у себя в голове В жизни Что я еще понял? Что вечно будут жить цадики И дается сила и дерзость для тех, кто в чистоте и в прямоте Идут по путям Бога Все значит Злодеям конец Злодеям конец А всем хорошим людям Призы, награды и счастье Все, удачи, успехов Хорошего дня Все, жду ваши выводы Очень жду ваши выводы Все, очень интересно мне читать, что вы для себя поняли Все, пока И учим каждый день по одной букве алфавита Давайте возьмем на себя прямо обязательство 22 дня впереди Через 22 дня знать весь и в рейсе алфавит И следить, когда я читаю Следить прямо на Вот как царь Соломон писал Чтобы не было царь Соломон Я говорю царь Соломон А я вас, может, обманываю Потому что его звали Шломо Всего лишь 4 буквы Шин, Ламет, Мэм, Эй Шломо И любой может это прочитать Все, 22 буквы Каждый день учим по одной букве Все, удачи, успехов Прекрасного дня Прекрасного дня Прекрасного дня